И еще о прекрасном. Картины художника Рафаэля Санте, которого еще при жизни звали божественным, в Москве, в музее изобразительных искусств имени Пушкина. Особое внимание на выставке уделено портретной живописи, в которой он переосмыслил достижения Леонардо да Винчи. Сейчас расскажу о некоторых важных работах Рафаэля, о его связях с Россией. Это очень интересно. Не все картины, конечно, набрались до Пушкинского музея по объективным причинам. Вот перед вами портрет молодого человека Кистера Рафаэля. Кажется, он уже бесследно утерян для нас. При том, что стоимость работы итальянского художника оценивается в 100 миллионов долларов. Долгие годы полотно принадлежало знатному польскому роду черторийских. Портрет молодого человека был конфискован в 1939 году. По понятным, тоже, я думаю, вполне причина, вы догадываетесь. Незадолго до окончания Второй мировой войны картина попала в руки генерала-губернатора оккупированной Польши Ганса Франко. В ходе допросов накануне Нюрнбергского процесса он перечислил места, где проигравшая страна прятал украденную живопись. Но шедевра Рафаэля там не оказалось. На след портрет удалось напасть лишь в 2012 году. Сообщалось, что он якобы находится в банковском хранилище на территории то ли США, то ли Европы. Многие работы итальянцы хранятся в частных коллекциях и стоят, конечно, недешево. Это, мягко говоря, недешево. Вот, например, совсем недавно топ-лотом аукциона Сотбис стал рисунок Рафаэля, ушедший с молотка за 29 миллионов фунтов. И тем самым вот этот набросок установил одновременно два ценовых рекорда на самый дорогой рисунок в истории торгов Кристис и самую дорогую работу Рафаэля, без учета черного рынка, конечно. Лот был выставлен на торги впервые за последние 150 лет и приобретен анонимным покупателем, делавшим ставки по телефону. Итальянский художник с русской душой. Это тоже про Рафаэля. К мастеру 16 века тянулись многие наши гении. Например, Пушкин. Именно поэтому, наверное, выставку проходят в музее его имени. Гуру Пирай Чернил никогда не покидал пределов Российской империи. Он довольствовался мало. В то время в Эрмитаже хранились четыре картины художника, в числе которых Мадонна, Святое семейство, Святой Георгий и Мадонна Альба 1511 года. Последние две картины были проданы за рубеж. Ныне они хранятся в коллекции Национальных галерей искусств в Вашингтоне. Субтитры подогнал «Симон»